Владимир Владимирович, здравствуйте! Мы, жители города Нерехта и Нерехотского района Костромской области, обращаемся к вам с просьбой защитить наше здоровье и прекратить эксплуатацию свалки каменка в Нерехотском районе. Наш старинный город Нерехта посещает множество туристов. Городу более 800 лет. Он входит в Малое Золотое Кольцо России. Но мало кто из гостей города знает, что в километре от жилых домов расположена огромная гора мусора, которая растет с каждым месяцем. Свалка каменка стихийно возникла более 60 лет назад на дне заболоченного карьера в заболоченной местности. У нее отсутствует изоляция дна, дренажная система для фильтрата, отвод биогаза, а также иные честные сооружения. Первоначально свалка использовалась для утилизации отходов исключительно города Нерехта и Нерехотского района. Уже в 1990-е годы встал вопрос о необходимости закрытия свалки, так как анализы подземных вод превысили предельно допустимую концентрацию в 15 раз по содержанию азота, аммиака, в 40 раз железа, в 2 раза мышьяка, марганца до 34 и так далее. Несмотря на это, с 2021 года каменка является единственным объектом размещения отходов на 8 муниципальных районов Костромской области, включая город Кострому. Здесь складируется 2 третьих отходов в Костромской области. Объем ввозимого мусора вырос в десятки раз. Заводов по переработке отходов в области так и не построено. Сейчас тело свалки уже превышает по высоте 7-этажный дом. Площадка на вершине мусорной горы более не обеспечивает безопасную работу тяжелой техники. По этой причине местные власти планируют расширить территорию свалки на соседний земельный участок еще на целый гектар. Сейчас там находится открытый водоем. Проведенные управлением Росприроднадзора по Костромской области лабораторные анализы зафиксировали массивное загрязнение почвы и грунтовых вод в районе свалки. В нескольких десятках метров протекает река Болдинга, которая впадает в речку Солоница. Ниже по течению реки, в 900 метрах от свалки, находится водозабор городского водоканала. А это единственный источник питьевого водоснабжения для нелегчан. Далее река Солоница впадает в Волгу, что может привести к экологическому бедствию на ряде других территорий. Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Уже сейчас многие жители жалуются на низкое качество водопроводной воды. Отмечен рост числа онкологических заболеваний. Мы уже обращались к губернатору Костромской области Ситникову, но в его ответном письме не содержится конкретных сроков закрытия свалки Каменка. Все чиновники районного и областного уровней, а также прокуратура, ссылаются на проходящий в данный момент судебный процесс по иску Костромского природоохранного прокурора с требованием закрыть и рекультивировать свалку. Суд длится уже 10 месяцев. Все хозяйствующие субъекты свалки администрации Нерехотского района в лице ее главы Ирины Воробьевой и ее подчиненные администрации Костромской области затягивают судебное разбирательство безмысленными ходатайствами, повторными экспертизами и не признают требования природоохранной прокуратуры. Меры, принимаемые природоохранной прокуратурой, мы считаем недостаточными. В августе текущего года нами подано заявление в Следственный комитет Российской Федерации. Мы предоставили всю необходимую информацию, однако о результатах расследования нам до сих пор ничего не известно. Владимир Владимирович, надежда только на вас. Вы наша последняя инстанция. Местные власти не слышат нас и не хотят решать нашу проблему. Мы просим вас разобраться и заставить губернатора Ситникова прекратить эксплуатацию свалки Каменка, которая отравляет целый город и всю округу. Это жизни более 20 тысяч человек. Здесь живут наши дети и внуки. Наши жизни в опасности. Раз уж рак уже пришел почти в каждую семью, очень надеемся на вашу помощь. Спасибо.